Бизоны ТВ Бизоны ТВ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы меня слышите? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удачи, хорошей игры! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще один подбор Но на сей раз в Волокжанке забирают Петрович, по-моему, не играла, да? В последних матчах против Волокга Лори Бор с мячом О, там Маша с Бенки осталась Да, маленький размен произошел Преимущество в Росте удалось реализовать Вологодской команде Слушай, ну, не совсем предсказуемое начало 6-2 А ты что, не на ты предсказывал? Нет, я предполагал, что Под безоговорочным преимуществом Спарта НК пройдет вообще Вся встреча Перед началом встречи просто мы разговаривали Надо брать подбор И Атари сказал, что они выглядят увереннее Но, тем не менее, на паркете Мы смотрим пока обратное Маша Черепанова Света Махрина в ауте чуть-чуть Быстро двигают мяч по периметру В общем, для того, чтобы заставить защиту Тратить силы Нужно двигать мяч по периметру Чтобы защита двигалась правильно Нужно было эту атаку реализовывать Чтобы заставлять брать тренера соперника тайм-аут Прямо в самом дебюте встречи Надо все атаки реализовывать Но даже в идеале, конечно Вот перехватывает Малашенко Малашенко Много полезных действий Сегодня совершает Но надо точнее передавать Хэммер Дюбри Двачка 6-4 Сыграли 3 минуты Надо собраться Лори Лори с мячом Девенкор Маша Черепанова Олеся 9 секунд Остается на атаку И Лори Мур бросает 3 очка Есть 3 очка Ауздер Драйпункт Линия А как тебе барабан? Да, барабана не было, по-моему, в прошлые разы Барабана не было? Гораздо приятнее играть в Вологде Когда нет барабанов вообще Кстати, мы не представили судей Так как у нас в программке не было Мы их не представили Я принесу сейчас стартовые составы и всю статистику Сергей Буланов Я вижу, что старший судья А комиссар матча Михаил Абрамович Лакшин Оу! Осипова в одном прыжке Осипова в одном прыжке Если бы не Осипова, не видать бы видно Эти двух очков Да Счет 6-9 Ах, чуть-чуть не разобрались Там Девенпорт, Лори Мор Пытается Олеся Молошенко И сама же борется И еще один подбор И еще один И фол И фол Три подбора в одной атаке Молошенко Два нерезультативных броска Но все-таки владение остается И она идет на линию штрафных Какую агрессивную работу демонстрирует И нацеленность, жажду борьбы демонстрирует Первый бросок Причем там два болельщика Вологодских Таких одиноких И второй И второй Мы попросим режиссера И я думаю показать этих героев Да, да, да Обязательно Обязательно В лицо тем более А между тем счет 11-6 Шесть Два очка Симон Агастус Средний бросок Да, два очка Судья показал Заступал 11-8 За 5-40 До окончания первого периода Света Махлина в проходе Махлина Не точно А мне кажется Она ждала пола В отрыве Она ждала Что ее ошибочку Кто-то почистит Агастус Не точно Из-за дуги Махлина На подборе Смотри-ка Несмотря на высокий темп 5 минут сыграно Ни одной замены Да Там готовится Первая замена Мы видим Что на скамеечке Сидит Катя Кейру И номер 23 Елена Скирович Запивать должна Черепанова была Какой обидный промах Хорошая ситуация оказалась Наша Черепанова Волнение видимо сказывается Немножко Не совсем удобного ракурса Набегала она на щит Бекки Забивает Мяч засосал Проваливается Своё кольцо Оно как бы Принимает мяч Вот и Марина Кузина Присоединилась к Скирович На скамеечке Запасных Малашенко Заброс на Девенпорт И левой ручкой Ах Через длинные руки Ирина Осипова Очень сложно Перекинуть мяч Меня очень привлекает Вот эта интересная Дуэль центровых Осипова Девенпорт Многое-многое В исходе этого матча Будет зависеть от того Как сыграют между собой Центровые 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 Остается только Не исправляет Не исправляет А свою предыдущую Такая тяжелая ситуация Бросковая Когда тебя Выносят вправо И когда игрок Движется По отношению к кольцу Очень сложно Дюпри два очка Вот зеркальная ситуация У Дюпри как бы Стабильная Стабильная была ситуация Кристина Забивает В силовом проходе Очень хороший Уверенный мяч Опа Чуть-чуть не перехватила Лоримор Хэммон с мячом Ищет заброс И за голову Забросила Дюпри Ноулук пэс Так называемый Пас не глядит Ага Агастус Обыгрывает Игроков периметра Опа Подбор Лоримор уберет Во время разминки Сто из ста таких мячей Агастус забивает Но сейчас Два раза дрогнуло Кейру три очка Ура Вот она Вот она Вот она Золотая ручка Седьмого января Очень хорошо Кейру забивала И за трехочковой Три из трех Три из трех Второй Я думаю будет не хуже Бекки Три очка Ответила точным прошлом Отвечает Ну если судить По первой четверти Завязалась борьба Да что можно сказать Есть борьба За два сорок восемь до конца Первого Периода Маша с мячом Кристина Аликина Аликина Два очка Повела вновь Волок до чуваката Восемнадцать Семнадцать Не стала искать добра Добра И молодец Да Хэммон с мячом Двойка с Пудиной Кристина Бекки Бекки Бросает Подбор Берет Кристина Находит Лори Мор Катя Кейру с мячом Ап Двоечку Пыталась она сделать Ну читалась Эта передача немножко Сохраняет владение Команда Вологды Остается тринадцать секунд До конца владения А на площадке Появляется Юля Киселева И Света Махлина В составе Вологды И в составе Видного Номер шесть Это Соня Петрович Соня Петрович и номер семь Евгения Белякова Катя с мячом Заброс на Юлю Восемь секунд остается Надо что-то думать Надо что-то решать Два ведения у Кейру Два ведения Хотя Катя Апеллирует к судье Но Непреклонен Скорее всего будет Судья Хотя бы даже Могла бы предложить Сергею Буланову Просмотреть повтор Этой ситуации Но Должен быть повтор вообще Наверно Насколько мы знаем В Вологде Есть монитор Где просматривают Повторы Видео Ну на судейское решение Наверное Так Марина Кузина С мячом бросает Это первый бросок Удалось забрать Вологде Да Подбор на своем щите С большим нетерпением Ожидаю статистику За первую половину Мне кажется Что очень низкий процент И забивает Левым крючком У Спарта НК Не характерный для Спарта НК Свет Почему у Спарта не попадает Волнение? Какое может быть волнение? Я думаю Нет, я думаю не волнение Они уже думали Что они выиграли Мне кажется Может быть это сказывается немножко А тут неожиданно Волох доведет За минуту до конца первого периода Да Настрою очень многое значит Трехочковая попытка Ох, как хорошо Катя спину поставила Да И отсекла там Соня Петрович И та же Кейро Юля Киселева смешала Юля сама должна Сама Юля сама Как цепко обороняются На чужой половине Начинают свои оборонительные редуты Выстраивать в Волокжанке Остается 40 секунд Ай-яй-яй На смене ритма поймала Юля Киселева Неуверенно, но забивает Да Катя Кейро с мячом 30 секунд остается До конца первого периода Пол, пол, да там пол Полят на сей раз на Аликиной Соня Петрович получает второй А первый пол А первый пол Первый, первый Первый, первый А посмотрите, кто справа от нас сел Справа от нас сидит Какие-то красивые дамы Какие-то красивые дамы Ирина Сумникова Ирина Сумникова И Оксана Рахматулина А тем временем Екатерина Кейро забила Забила Кейро Два очка Еще 22.19 Осталось 20 секунд И у нас есть Лидер результативности Это А нет По-прежнему Хэмон Но В команде Волокжанок Это Катя Кейро Интересную тактику демонстрирует Спарта Обстрел с дальней дистанции И массированный массовый подбор Они все идут на щит Наверное, хотят, чтобы начало залетать Количество Беликого уважения Количество Рано или поздно Обязательно Перейдет в качество Хорошее движение Петрович Милованович Не успевает Время Закончилось Первый период Со счетом 22.19 Что По первому Периоду Свет Можешь сказать? Что я могу сказать? Очень высокий темп Очень высокий темп Очень Хорошая Нет безоговорочного преимущества Какой-либо из команд Преимущества нет Да, они все борются на щите Как тигрицы просто Тигрицы Нам бы еще статистику Мы бы посмотрели Сейчас было бы очень интересно Как раз взглянуть На статистику Да, посмотреть Количество подборов И вообще Тем временем Выступает группа поддержки Сейчас за статистикой скажу Как-то я сказал Как-то я сказал Как-то я сказал Самые листативные в составе Видном Это Кэндис Дюпри Да, 4 А, нет Хэммон Хэммон 7 очков 3-2-2 А в составе Вологда Это Иготирина Кейру 5 очков 3-2 4 очка Олеся Малашенко И Кристина 4 очка Закончился перерыв Видно, уже готово Они жаждут Ну, на самом деле Всегда интереснее смотреть За играми Когда Нету По игре Явного преимущества Фаворита, да Так скажем Да Поэтому Сохраняется какая-то Интрига В течение всей встречи Возможно до конца матча Остается только понадеяться Что здесь В этом матче Интрига будет сохраняться Именно ближе к концовке Уж хочется посмотреть Какую-нибудь Интересную Тактическую Развязку Так У нас Изменения Он В составе Команд на площадке Ох, Кристина Как бросила мяч Олеся Малашенко Подобрала На ней Фолл На ней Фолл На ней Фоллит Фоллит на Юле Нет Нет Милаванович номер 9 У нее первый фолл И Юлия Киселева сейчас будет пытаться реализовывать штрафные, которые она реализует с точностью 15% в сезоне Первый, к сожалению, не точно Она много работает над штрафными, много Забивает 50% в этом матче, в три раза лучше, чем в сезоне Вот нам принесли статистику по подборам после первого периода практически равенства Обрати внимание, из-за дуги Спарта лишь один бросок из шести достиг цели А у Вологды обе попытки были результативные Средний бросок 8 из 17 у Спарты и 7 из 13 у Вологды Вот, собственно, из этого и складывается, пускай пока небольшое, но все-таки преимущество Вологжанок А вот сейчас интересная дуэль центровых И справляется, справляется со своей визави Юлия Киселева в защите Не забивает сборница Кузина Отметили 6 подборов на чужом щите, да, у Спарты? Нет, мы сказали про общие подборы пока только Да, Спарта на чужом щите взяла 6 подборов Взяла 6, чем на своем, да, на чужом 6, на своем 4 Это активность, мы говорили про эту активность Что они очень активно все идут на щит И опять из-за дуги, опять сбьют Ой, как Черепанова выцарапала этот мяч В силовой борьбе, в жесткой Киселева Киселева сзади, эх, нету лишней пары глаз у Киселевой на затылке Заброс Киселевой Чуть-чуть не хватило Хорошая задумка, не совсем хорошая реализация Ну и защита хорошая, в принципе, да, ни на шаг не отходила Не дают устраивать проходной двор в своей обороне, Спарта НК Это, собственно, никто и не ожидал, наверное Милованович Петрович Ой, как Аликина выпрыгнула А, Каликина И Мария Кузина И тут же подбирает И опять Киселева Волок пешет, но на сей раз с фалом Ну, накрывание сзади, оно практически здесь всегда фиксируется, да, Свет? Замена в составе Вологда выходит Молодец, Киселева очень хороший отрезок игры провела Да, очень хорошо отоборонялась, два раза не дала забить И третий раз пускай даже с ценой нарушения правил И два очка сама принесла, да? Да, да, да Первый точно И второй точно Это первые два очка Марина Кузина Да, да, да Как активно защищается Спарта, да? Посмотри, Кирович прессует Керу прямо у середины зрения линии Но она не дает Сделать точную передачу Ах, мяч в подушке Да Покатался там Маша Черепанова боролась, да Марина Кузина Немножечко не повезло сейчас И точно 23-23, счет ровный Напомнила о себе Марина, о том, что нельзя оставлять ее без опеки Катя Кейру Нашла Олеся Малошенко Я думаю, нужно Малошенко, Черепанова И заброс на Джессику Джессика Будет сама решать, я думаю Ну, я так смотрю по ситуации Обыгрывала с расчетом на фолл С расчетом на фолл одно Просто изначально тренер, наверное, сказал Марине Кузиной Больше закрывать лево, так как она левша Джессика, Девинпорт Вот Марина и закрывала сколько могла Да, она вправо ее пускает А влево Первый попадает Джессика Забивает Джессика первый штрафной Ну, я не считаю Девинпорт односторонним игроком Да, потому что она, в принципе, разворачивается и влево, и вправо Тем самым создавая головную боль для своего защитника Из линии штрафных чувствую себя тоже очень уверенно Петрович с мячом Двоечку там играет Милованович И пол свистит судья, кому дает машину Черепанова слишком активно Черепанова очень активно и на той, и на другой половине площадки Второй фол уже у Маши Черепановой И четвертый командный фолл А все это 12 минут сыграно в матче, да? Да, и четвертый командный Если это второй фолл у Черепановой, то у нас Больше вероятность увидеть сегодня на площадке Лену Барановой, я думаю Черепанова берет подбор Кейеру по левому краю обыгрывает Скерович Пол Скерович, да, цепляла она и там за руку сзади, пыталась забрать мяч Очень активно болеют болельщики Марина Кузина доказывала арбитрам, что она не ввалила Но мне кажется, она даже не столько арбитрам, сколько пыталась доказать это похи Четман Тем не менее, тренера все-таки не меняла на Иера Осипова Иера Осипова у нас вновь в игре Катя Кейеру в проходе Цепанула Белякова, да? Женя Цепанула Да, немножко цепанула Да, это можно было свистеть, наверное, это нарушение Скерович Ну, арбитру виднее в любом случае Три очка, Евгения Белякова И тайм-аут, тайм-аут берет Волода Чемоката Вот что значит, рука на пульсе, да? Только очко повела, повело видное Тот же тайм-аут Правильно Правильно, надо сбить вот этот агрессивный пыл Спарта Энд Кап Потому что если им дать разбросаться, я думаю, их остановить будет очень сложно потом Мы помним это по ситуации с Мариной Кузиной во время Кубкового матча Как это называется? Гжель? Как назовем этот танец? По Гжеловске Дресс-код не соблюдают немножечко, да? Группа поддержки А есть вообще дресс-код? Ну, девушки Спарты, это же черное, белое и красное Белое присутствует Это Динамо, наверное, да Дамы и господа, мы рады приветствовать на нашем очевидном Дамы и господа, мы рады приветствовать на нашем очевидном Дамы и господа, директор российской генерации Ну и самое время, мне кажется, именно сейчас в составе Вологодской команды поприветствовать на площадке олимпийскую чемпионку в составе Вологда Чаваката и Елену Баранову Олеся Малышенко с мячом Аши Черепанова Там заслон от Девенборд И средний бросочек Очень красивый и уверенный бросок Черепанова Хорошая атака, не стала, да? Не постеснялась и поднялась Не пошла дальше, да? И двух защитников Высоко выпрыгнула Попробуй достань называется Петрович на периметре Скерович Милованович И вбрасывание Скерович, Милованович, мы видим такое, да? Югославское трио Трио бондуристок Маша Черепанова А вот таки российское Ай-яй-яй Не точно Российское трио Виноват всегда дающий, но поняли друг друга Разобрались Разобрались Лори Мор признала жестом свою ошибку, неточность Скерович начинает Игра на этом не заканчивается Сейчас нужно отобраняться Петрович, Милованович опять Ой, как она Вот эти шаги сделала Исячные, да? Вроде бы, казалось, восстановилась, да? Затормозила А нет Сделала еще Семь-восемь маленьких подшагиваний Маша Черепанова Черепанова! Три очка есть Новый Два Все-таки два очка Да, видимо, немножко заступила Но есть новый лидер результативности В составе команды Вологда Чеваката Это Маша Черепанова Набирает шесть очков Скерович с мячом Белихова Женя Ира Осипова Ах, прочитала практически, да, Лори Мор Эту передачу Но Маша Черепанова подобрала Мяч после броска Что-то все сегодня у Спарта и НКО не долетает А в переднюю дужку бьется все Джессика! Джессика! Два очка! Против... Правой рукой забрасывала Осиповой, да, развернулась Здесь правой Женя Беликова Пыталась Катя Кейру там сыграть В защите, но судья увидел Пока я четко вижу проблемы у Спарта и НКО на всех фронтах Все броски бьются в ближнюю переднюю дужку кольца Не могут держать своих визович центровые В трехсекундной зоне И дают свободно атаковать из периметра и со средней дистанции А чувака-то играет пока в семь человек Да, кто сегодня не появлялся еще у нас на паркете? У нас не появлялся Лена не выходила, Баранова Лена Баранова И... И Лена Волкова И Лена Волкова, да Которая сейчас в составе команды после длительного перерыва Не, восемь человек, я обсчитался, извините Извините, уважаемые сети зрители Восемь игроков играет пока в Ленда Джессика Дейвенпор Маша Черепанова Лори Мор Опа Почти достала мяч, почти, да Агастус, Симон Агастус И два очка Ай-яй-яй Обманула Агастус Сделала обманное движение вправо Отвлекла внимание Махлиной И осталась один на один практически С кольцом и уверенно реализовала средний бросок Малашенко с мячом Махлина Малашенко Забросто Да, через Иру-8-го мне так просто перебросить мяч Ой И подбор остался Шустрая бэки Взяла подбор и забивай два очка И тайм-аут Еще один тайм-аут И тоже своевременный Ну я думаю, что не устраивает только у Александра Шанекина То, как складывается Матч Это игровой отрезок Отрезок после первого тайм-аута Но при всем при этом Обратите внимание Не дают сильно оторваться на Лакжанке А вот мы видим на наших экранах Группу болельщиков из Вологды Которые приехали поддержать свою команду За родину За Вологду За Вологду Пускай немногочисленную Но все-таки нашли возможность И приехали поддержать любимую команду За тридевять земель Ну вот я уже загнул за тридевять Четыреста пятьдесят километров всего Всего лишь Хотел бы я посмотреть на Группу поддержки Точнее болельщиков Спарта НК Которые выезжают в Вологду Вот и Оксану Евгеньевну Рахматульну представили Закончился А также Справа от нас Представители НТВ Плюса Андрей Беляев и Антон Ольхимович Который очевидно вернулся из своей американской командировки Если я его вижу здесь значит он вернулся Лори Морф с мячом Лори забивает Да, отбивает Тридцать три, тридцать четыре Слушай, здесь Джессика роль загородительного барьера выполняла Она просто Да, да Очень хорошо проталкивала Проталкивала оборону Чтобы дать возможность для маневра Лори Морф Ай, Симон Агастус Очередные два очка приносит Как быстро действует в атаке Спарта, да, Свет? Да, очень быстро Принимает решение Джессика с мячом Джессика Ну, Ира Осипова так просто не обыграть Ира Осипова, да, тяжело Вроде иногда даже кажется, она не бежит так быстро А на самом деле успевает за маленьким игроком И Джессика два очка левой рукой Ну там, где маленькому игроку нужно сделать шесть шагов Ири достаточно два Двух шагов, да Но тем не менее, Волокдова умудрилась забросить мяч И 36-35 снова на дистанции одного очка Идут команды Дюбри И бросает Ой, Родина Потрясающее Потрясающее добивание Фантастический какой-то просто бросок или добивание Не без элемента везения, я считаю Да, 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 согласен И вот готовится замена там Юлия Киселева в составе Волокды Маша Черепанова Света Махлина хорошо подняла Поднимает Симон Агастус И идет на фолл И резко пошла, да Выходит в составе Волокды Юлия Киселева, которая предыдущая отреза Грибова Блестяще провела на площадке, я считаю Соглашусь Махлина Это Махлина первый точно С появлением Девинпорт Может быть ожидания были такие, что игровое время Киселева снизится И... но я скажу, что эффективность ее в общем-то никуда не делась Нет, нет, я думаю они взаимозаменяемы А иногда даже играют и вдвоем на... Вспомним игру Юлии Киселевой в Бельгии Да, например, когда она просто доминировала Просто порвала котят бельгийских В первой половине Ах Света Махлина Махлина Аликина Мор Лори Мор Кристина там двоечку ставит Перевела мяч Маша Черепанова бросала А Света Махлина извиняюсь И остается владение у команды Вологды чувака Таким волейбольным движением Аликина возвращает владение Вологды Маша Черепанова ищет заброс на Киселева Забрасывает на Юлия Киселева И левая очка левой рукой Она научилась, наверное, у Джессики Дэнгольд Переняла опыт Видит, что у той получается хорошо левой забивать Да Бекки с мячом Со средней, со средней два очка Не пошла подборщик Хорошая бросковая ситуация 39-40 за минуту 57 Слушайте, ну не получаются у Спарты Ингольд Легкие прогулки такой А кто думал, что она будет легкая? Света Махлина правильно Они фоул Женя Белякова болит У Жени это уже А, только первое Первое намечание Нет пока проблем с перебором с фолами Да, так что все нормально в обеих командах Ну, это пятая команда Махлина С линии штрафных Первый точный И второй точный Абсолютно спокойно Абсолютно спокойно Это как раз то время и место, где хладнокровие очень уместно, мне кажется В составе Кристина Кристина там побороется Аликина Как самоотверженно борется на подборе Бекки Агастус Бекки Одна осталась Одна осталась И точно Осталась одна И реализовала Два очка Два, опять два показал Судья Поле 41-42 В качеле такие, да? Атарик В качеле Да Черепанова из-за туки К сожалению, опять не точно К сожалению, на подборе только одна Кристина Юля не успевает Пойти на подбор Видимо, она там ставила заслон Ой, Бекки Не успевает Не успевает Киселева за Бекки Хэмман Ну, я так смотрю Они, наверное, стоят в зону Она самая А Бекки Хэмман такая юркая Юркая, да Обошла нескольких обороняющихся игроков И С помощью пинтов Так Уверенно забила Опять Юля Киселева Полукрюк О, получи левой рукой И шикарный крюк забивает Киселева Шикарный тайм-аут Берет Спарта Энскей За 21 секунду До конца Видимо, хотят, чтобы за эту 21 секунду прошла только одна атака Их атака Значит, время будут тянуть Поки Четман сейчас нарисует Какую комбинацию они хотят сыграть за 21 секунду В принципе, это Тем временем мы видим очередное выступление группы поддержки Звучит сирена Закончился тайм-аут Звучит сирена Закончился тайм-аут Целых пятнадцать очков Хэммон Единственное в составе обеих команд с двухзначным показателем в графе очки Ну и дают ей играть Ну и дают ей играть, откровенно говоря Особых препятствий для того, чтобы ее бурная баскетбольная фантазия разыгрывалась Не создают И вот опять Хэммон И опять Хэммон, да Основная разыгрывающая Ну естественно, сейчас они будут разыгрывать комбинацию Которую Поки Четман нарисовала В минутном перерыве Стоит зона У Вологды И вот началась атака И решает сама Но нет Кузина из-за дуги Не точно Тайм-аут брали зря, получается Не придумали ничего такого Чтобы хотя бы попробовать Реализовать раздевалку Уйти с какой-то Хотя бы с каким-то Запасом Уверенности Уверенности Я думаю все начнется с нуля После окончания Потому что вторая половина начнется с нуля Сейчас нам принесут статистику И мы огласим Вечером Вечером Людин Всевышним Продолжение следует... 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 Больше надо было брать билетов Больше Естественный ажиотаж создает Вокруг Чтобы привлечь зрителей Болельщиков Собственно она своей результативностью Демонстрирует то, что совсем не зря она на хорошем счету И является, скажем так, центром всеобщего внимания, уважения, почета, любви Кстати, лотерею проводит Аарон Берзницкий Это штатный психолог в Винновской спарте И я думаю, что несколько вопросов уже нарисовалось для психолога Задай ему вот, какой вопрос, Борислав Почему он во время перерыва, когда самое время ему непосредственно заняться... А давай, я его сейчас приглашу к нам И мы его тут все вопросы ему все зададим А пока у нас большой перерыв Мы видим воспитанников, наверное, спортивной школы города Видное Вот они на площадке Показывают Свои броски Представлю Аарон Берзницкий Замечательно, как у вас в лотереи получается, да? Не первый раз явно Ну не первый, второй Но, в общем-то, зрители должны получать какое-то ощущение удачи Нам нужна удача в игре и сегодня особенно Они должны прочувствовать, что такое удача на месте с нами Съемочной бригаде Бизона ТВ не досталось Нам немножко ни капли вообще удачи Но мы на самом деле не сильно расстроились от этого Мы пришли сюда за хорошим баскетболом Вот мы говорили об удаче и о фарте, да, Атари? Конечно Фарт в баскетболе вообще Это достаточно полезная штука А поддается ли он как-то прогнозированию Или как-то возможно ли его вообще формировать личность Да, вот быть заряженным на фарт Ответьте мне как психолог, пожалуйста Но я думаю, что это начинается с уверенности в том Что я сделал всю работу до игры так, как я хотел И так, как я это умею И уверен в том, что все сделал для этого И фарт придет неожиданно Если я буду думать, я должен обязательно победить Я должен обязательно сделать там какое-то количество очков Тогда фарт уходит Но если ты сделал всю работу до игры И строишь взаимодействие с игроками От радости, от любви к ним От того, чтобы дать удобный пас Потому что ты понимаешь, что это твой друг Вот тогда фарт придет сам И победа придет в конце концов Самые фартовые игроки, которых вы видели на площадке Кого можете назвать? Я здесь не знаю, но я помню В Макабе Тель-Авив, помните, был Шарф Который на самые последние секунды Забросил жаль, говорю, что такой мяч Который можно вероятность миллионную считать Не только потому, что он имел А что еще было до этого Все события, которые происходили Там камбэк был такой достаточно взлемый Да, влияние фарта Потому что Альгарис не забил два штрафных Именно тогда, когда если забил хоть один, все Там фарт работал долго То есть на течение полторы минуты Полутора минуты фарт действовал И Шарф использовал последние секунды В женском баскетболе? В женском баскетболе Вот помните игру у ГМК В Бурже, по-моему, да? Это было на Евролиге Когда нужно было не проиграть Уже мы выиграли 24 очка Потом настали отставать И все-таки фарт позволил нам так Что последний игрок не забил То, что могли забить И еще я помню игру в Дубине Это тоже был... Тот же сезон? Тот же сезон А серия была тяжелая с Гдыней, да? Три матча Тяжелейшие, тяжелейшие три матча И за полторы минуты минус пять И мы выиграем этот матч Нас там чуть не разорвали Где больше важны элементы фарта? В мужском баскетболе или в женском? Или там и там одинаково? Я это не проверял Но мне кажется, что для женщин Это просто, ну, благодарнее Когда женщины имеют фарт Им важно А касательно сегодняшней встречи Как вы думаете На чьей стороне именно Вот этот пресловутый фарт удача? Сегодня я ее не вижу пока Я вижу только, что защита Не отрабатывает так до конца Все броски легкие И то фарт еще далеко Но хотя не в том, что далеко Счет такой, что только фарт и сработает Скорее всего, что фарт еще По дороге сюда Потому что игра такая, что Качели совершенно явные И вообще без защиты почему-то играют Я извините, вас покину Мне нужно поговорить с тренером Вы еще, так сказать, беседу продолжайте Спасибо Мы, несмотря на то, что отвлекаем вас От вашей основной работы Все-таки В свете вот этой лотареи Которую вы сегодня проводили Решили Поговорить именно об этом На сколько удача Влияет на события Непосредственно спортивные То, что развивается на площадке Смотрите Если в биографии человека Игрока особенно Есть последовательность удач Именно удач Это приводит к уверенности в себе Верно? Если же наоборот Вкрадывается фарт обратный То есть он не заслужил этих неудач Иногда бывает, что если идут подряд То могут повлиять на его самочувствие И на уверенность в себе Что, конечно, случается И вы это знаете Поэтому здесь сегодня, скажем Пока все попадают И особых таких нефартовых моментов нету Так что А можно задать такой вопрос вам? Вот как часто игрокам нужен психолог? Лучше, чтобы не надо было А вообще, как бы Можно и не очень Инвидуально Есть и другие, которые На самом деле Любят с этим Поделиться Где-то не связано С частотой Это связано С ситуацией Важно, чтобы играть И сам Чувствуешь Что Тренер Делаешь И работаешь тренером И человек И человек И человек И он И скажет Что Вы 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 Большое спасибо У нас И У Ассистент главного тренера Чевакаты Вологды Владимир Крашенин После большого перерыва Минус один От Спарты Это оптимистичный сценарий Или пессимистичный? Или все идет по плану? Ну, пока Во-первых Не все удалось Сделать то, что задумали Это раз Во-вторых Мы Понимаем Что Спарта Может добавить Любой момент И все будет зависеть от нас Чтобы не дать им убежать Не дать им Сказать На наших потерях сыграть Восемь игроков В ротации Будете задействовать всех Или как будет складываться дело? Посмотрим по ситуации Удачи Хорошей игры Во второй половине Спасибо Закончилось интервью С Владимиром Крашениным Тренером Помощником тренера Вологда Чаваката И у нас, по-моему Еще одно интервью намечается Еще одно интервью намечается С помощником тренера Видного С Андреем Рузановым Похоже Я думаю Как только Дадут отмашку? Да Закончатся своими Предыгровыми инструкциями Андрей Рузанов Наверное Борислав у него успеет Парочкой слов С ним Пережетнуться Судьи появились на площадке Комиссар Занимает свое место А вот И вот мы видим Рузанов Ассистент главного тренера Спарта Из Видного Плюс один После большого перерыва Это оптимистичный сценарий Или пессимистичный Для Видного? Думаю, что Оптимистичный Мы оптимисты Чего ожидали От этой игры? Такой борьбы тяжелой Или все-таки рассчитывали Тяжелой борьбы ожидали То есть В принципе Только кубковая игра Как бы так сложилась Как-то легко для нас А те две игры были Очень непростые Какие резервы есть Для второй половины? Резервы всегда есть Самое желание у девчонок было Побороться в защите То есть Пока идет открытый баскетбол Пока идет Ну это очень крупный счет Для первой половины То есть так в принципе К сотне выйдем, наверное И обе команды Если так будем защищаться Хорошие игры Спасибо И вот закончилось Закончилось интервью А страсти на площадке Успели накалиться Черепанова Из-за дуги Малышенко подбор В одной атаке Два неточных броска Ох, Лори Мор забрала мяч Лори Мор Перехват И контратака И Маша Черепанова Ну наконец Черепанова забивает Видим, как она зависла От Ари Да Зависла и выпустила мяч Прямо с таким Со страстью С азартом Исправить ошибки Которые были допущены В предыдущей атаке И Света Махлина Берет подбор И Лори Мор С мячом Пока лично играет Видное Лори Девинпорт Джессика И на подборе Только Маша Черепанова Там была одна Вообще У Джесс Хороший средний бросок Да Очень хороший Обычно высокорослые игроки Не отличаются Таким диапазоном Атакующим Но у него большой Арсенал у Джессики Девинпорт Бекик с мячом Дюпри И совсем одну Оставили И Агасту Оставили одну И ничего не оставалось Как просто брать И забивать Как хорошо перемещают Мяч против зоны Да Видновские баскетболистки Вот теперь и видно Видное тоже стало в зону Маша Черепанова Заброс на Джессика И Джессика Точно Ну ничего не могут Противопоставить Сегодня Спарта Двум центровым Вологодской командой Сумасшедшая Эффективность И Юля Замечательно Чувствует себя Забивает хорошо И Джессика Почти все забила Сегодня И опять Агастус Заступ С заступом Маша Черепанова Поборолась Немножко не разобрались Разобрались Не поняли друг друга Мне что-то тоже показалось Что заступ был Да Был заступ Заступ был Конечно Тем не менее Арбитр Руку вверх Показал Три очка Если бы она попала Ах Саута Мне кажется Не успела Не успела Это домашняя заготовка Мне кажется Это явная домашняя заготовка 47.50 За 7.30 До конца Третьего периода Что против зоны Покажет Чаваката Интересно Олеся Малашенко Через Верезьев Малашенко Молчит судейский свисток И точно После своего подбора Молодец Олеся Что не выключилась После первой ситуации Да Подсказывает там Очень Решила исправить ошибку Уже Оооо Маша Черепанова Какой изумительный Переплат Как не забить Да Поки Чедман молчит Не берет Как она стартовала Быстро Просто молниеносно Бамс и все Прочитала передачу Перехватила Очень красиво сыграла Загоняет под Джессику Семен Агастус Бекки Хэмман И Росева И вот сейчас стоять Конечно Должна Джессика Держать Росипову И Маша Маша Опять Та же Маша Черепанова Вездесущая Ау Какая передача была Ееееее Джессика забивает Даже кольцо Использовала Олеся Малашенко В этой передаче Да, записывала 53-50 И пока Молчит Вот-вот Будет брать Очередной тайм-аут Поки Да И вот еще Очередной Перехват Потеря Только забивать Только забивать Лори Мор Света Махлина Махлина Три очка Есть Три очка Вот это отрезок И есть тайм-аут Шесть очков Везут Вологда Везет Спарти эндко Кто бы мог подумать Борислав Наибольшее преимущество Вологды в этом матче Я думаю Наибольшее преимущество Любой из команд В этом чемпионате Над Спарти эндко По-моему У ГМК вел Больше у них Ну Я не знаю Насчет других Мы смотрим И комментируем Сегодняшний матч А сегодня мы видим Что Тридцать Двадцать четыре минуты Игрового времени И плюс шесть У Вологда Хорошо Быстро двигает мяч Вологдом В нападении И Надо отдать должное Работе в защите О чем говорил Владимир Крашенин Перед началом Второй половины Ну У меня Как у лица Непосредственно Заинтересовано Возникает Только один вопрос Увидим ли мы Сегодня сенсацию Увидим ли мы Первое поражение В чемпионате А почему бы и нет А кто тебя заинтересовал И чем Скажи мне Пожалуйста Я не скрываю Что болею за Вологду Потому что Там играет твоя супруга Борислав Мы должны быть нейтральными Мы не можем Демонстрировать Открыто свои симпатии Мы должны Ну Хотя у нас конечно У всех есть симпатии Но мы должны Стараться сдерживать Пойми меня Очень сложно сдерживать эмоции Когда такой красивый А вот мы услышали Даже в чате Уже нам пишут Чтобы мы прекратили болеть За одной из команд Сложно сдерживать эмоции Когда такой красивый баскетбол Показывают Бэкки с мячом Ира Осипова не решила бросать Но Бэкки Бэкки точно Бэкки саморестативная Это 17 очков Поэтому товарищам в чате Мы приносим свои извинения И будем равно хвалить обе команды Маша Черепанова Там двоечку с Олесей О, как хорошо забросила И точно Малошенко Малошенко точно Те же плюс 6 И держать Держать Плюс 6 Мне кажется Процент попадания Очень Они просто не могут промахнуться Они бросают И не могут промахнуться Из-за дуги бросала Нет, нет, нет Достаточно дальняя дистанция Решила все Света Махлина на Джессику Лори Мор Занимает позицию Я думаю, наверное, поменяет Катю Катя поменяет Кристина с мячом Катя Кейру Кейру рвет дистанцию против Жени Беляковой Заброс на Девинпорт И Девинпорт с левой ручкой Никого не оказал, к сожалению, на подборе Первый раз неточна с игры Девинпорт Скервич Белякова Кира Осипова Не получился там Хотела она отдать Джессика, наверное, все-таки ближе, плотнее должна С Осиповой играть Да, да, и близко какая-то Кейру тоже пытаются играть Агастус через руку Джессики практически забивает два очка Там, видимо, заслон уперлась Кейру Да, никто не подсказал снизу Отказались от зоны защиты обе команды Да, уже давно Да Лори Мор идет в проход Бросает Первое молоко сегодняшней встречи Легкая добыча спарты этот мяч Агастус будет сходу обыгрывать, видимо, да Сходу бросок И первый промах Агастус И маленькая Лори Морка поборолась там на подборе Под давлением, да Под давлением Черепанова не попала в кольцо Осипова Выискивала дальше, выцеливала глазами кольцо Но не удалось поразить ей Отдается! Что? Что за среступ? Цепанула, цепанула Лори Мор Слегка погладила, я бы сказал А может быть, она не наступила Что там на повторе что-то видно? Марина Кузина появляется на площадке в составе, видно Юлия Киселева Пять секунд Женя Белякова И точно! Защита не разобралась сейчас с Вологдом Не разобрались, да И вот зона, опять стоит зона Насколько активно, да, мы видим работу обеих тренеров Обеих, да, потому что женского рода в этом случае Юлия Киселева возвращает Маши Черепановой Ах! Не сохраняет владение Остается 3 секунды Остается 3 секунды на атаку Активная работа руками Марины Кузиной, да, не позволила завести мяч вовнутрь Да, Киселевой Вышла Бекки Хэмман вместо Семена Гастус По 3 секунды, в принципе, это вагон времени, да Люди выигрывают Олимпийские игры Попадают в блок Под Дюпри Ну, читался этот бросок Там ничего не оставалось делать Да, можно было и похитрее сыграть, наверное, в этой ситуации Бекки Бекки Хэмман почему-то с Юлией Киселевой Разменялись они, потому что разменялись И нужно меняться как можно быстрее, меняться обратно Аут, аут, висит судья Заступила, заступила за боковую линию Узковата площадочка оказалась И Дюпри меняется на Милованович Из широкого размаха атак Спарты Энтро Слушай, человек с барабаном не умолкает вообще, по-моему, ни на секунду Это достаточно тяжелая работа, мне кажется, у них, да, сегодня? Нам приходится перекрикивать еще и барабан Аликина Аликина из-за дуги И точно! Два очка судья показывает Да, 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 два очка Да, Сергей Скерович на Бекки Хэмман Видишь, когда Спарты Энтро Заступает Им дают три очка Когда заступает пол до Чироката, это два очка У Юлики Селевой это третий пол Я что-то такой тенденции пока не видел Ну, не будем сейчас говорить о каком-то необъективности в судействе Но я оброчу... А как об индейцах, или хорошо, либо ничего, правильно? Ну, было, было Первый попадает в Бекки Первый попадает А тем временем у Юлии-то третий пол Это первый человек, кто повис В составе обеих команд Да, в составе обеих Оба штрафных реализует Бекки Хэмман 62-60 И пытается завести партнершу по команде Бекки Хэмман Хлопая в ладоши Юли Киселева, Катя Кейру Юли Киселева Киселева Сама, сама, только сама И почему молчит судейский свисток Хорошо отмечалась Рука влупили Киселеву Ну, они судьи были же всех находились в этой ситуации Ай, прозевали, прозевали Прозевали и сравняла счет Спарта НК И все начинается с нуля опять Идет длинный проход Кейру Сбрасывает под облаку Глори Мор Как цепка играет в защите Силева Сама, сама Юленька Перевозит на Машу Черепанову Ой И опять молчит судейский свисток Какой сумасшедший темп, я бы сказала Отстояться, стоять От защищаться Юля, подними ручку, возьми мяч Не удалось забрать Вологодской Челокате Не удалось Мне кажется, нужно взять тайм-аут Немножко успокоить девчонок Ой, Бекки Кристина Аликина берет подбор Немножко успокоиться нужно Была сейчас возможность Все-таки Склонить чашу весов В свою сторону У Спарта НК Но не воспользовались У нас, похоже, две атаки Еще будет сегодня Пол, пол, Скирович Пол нападение Нападение? Да, да Я вижу это пол нападение Катя удивлена На площадке появилась Светлана Махнина Махнина, она меняет Машу Черепанову Без комментариев поставлю Это решение арбитров И около 15 секунд Остается у нас до конца третьего периода Еще тровный 62-62 Смотри, как плотно Как плотно опекает Смотрит на арбитра И фалит Да, давай Улыбается Улыбается Она глазами давала сигналы Сейчас она будет фалит Василию Познякову Да, да, да Смотри на меня внимательно Женя Беликова В проходе Света Махнина Полит А вот здесь бы я не свистел Это нарушение Потому что Как мне виделось отсюда Играли чисто в мяч Мне кажется, надо было свалить Пойдешь в арбитры И будешь что-то свистеть Что-то не свистеть Мне кажется, надо было свалить Когда я пойду в арбитры В том сезоне Чуваката станет чемпионом Беликова на линии штрафных 4,8 секунды До конца третьего периода Первый попадает Женя Робкий крик Вологодских болельщиков Не достиг ушей Жени Беликовой Они немногочисленные, но есть И второй точно Мало времени на атаку Нужно будет бросать Очень издалека Катя Кейру бросала Судьи молчат Два человека вбалили Абсолютно очевидно Безобразно на Катя Кейру И свисток судьи молчал Недовольна Недовольна Катя Кейру Ситуацией Нет, недовольна Ольга Шунейкина Но спорить с судьями Очередное выступление группы поддержки У нас на площадке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прозвучала сирена В составе команды Видного выходит Евгения Белякова Скирович Бекихэман Марина Кузина И по-моему Миланович Или Милованович Милованович Облегченный состав Без ярко выраженных центровых Две маленьких А у Вологды Кристина Аликина Светлана Махлина Катя Кейру Махлина Кейру Катя Девинпорт И Марина Черепанова Катя с мячом Джессика Кристина Махлина Против Хэмман Да, быстрая Маша Черепанова И за дуги Махлина Не точно, к сожалению Бекки с мячом Против нее В защите Катя Кейру Почти обокрала Почти обокрала Недовольна, недовольна Бекки Она смотрит опять На судью Ругается И требует Фола просто Требует Зло требует Женя Белякова На Миланович И Милованович Милованович И очка Милованович И за дуги Она, наверное, ждала Что кто-то подойдет К ней из игроков Никто не подошел Да, и она просто взяла Бросила и попала Джессика Маша Черепанова Заброс на Джессику И Джессика должна Там разбираться Я думаю С Мариной Кузиной Сама, Джесси Сама Кристина На средней Точно 64-67 Да Прям на флажке На флажке Кто? Опять терроризирует Бекки Хэммон Нас Как быстро Они гоняют мяч Марина Кузина И Катя Кейру Полит Я вот смотрю Вот такие проходы Бекки Хэммон Мне почему-то Вот соассоцирует Что у меня это Со скоростным спуском На лыжах С лалом? Нет такого С лалом? Да, да, да При этом она успевает Еще головой вращать Подумать Кому отдать И увидеть Первый попадает Марина Кузина И второй точно 64-69 За 8-38 Катя Кейру Маша Черепанова Поборолась И заставила Женю Свалить Свалит Белякова Второй фол Евгения Белякова Первый командный Нет проблем с фолами У Спарты НК Нет, там больше двух Нет ни у кого Переводят Тревожные звоночки Ах, попади Света Махлина Махлина, которая На Рождество попадала Все Женя Белякова С мячом Заброс На Милованович Вторым темпом И Да, не успевала Джессика Надо Шунейкина Ибрать тайм-аут Чтобы что-то делать Пока преимущество Не стало двузначным И будет уже Все очень опасно Маша Черепанова С мячом 10 секунд Остается Надо что-то Заброс А там уже Скервич ждет Света Махлина Бросает Там Кристина Поборолась Молодец Катя Кейру Показывает комбинацию Кристина с мячом Света Махлина Что Девенпорт Гораздо больше действий Предпринимала Провоцируя фол Именно она явилась Причиной того Что Милованович Оказалась на полу На полу Кузина Оказалась Потому что она пыталась Пробить Как стену пробить Катю Кейру Это тоже неправильно Я считаю Там у них завязалась Маленькая словесная перепалка Бойки с мячом Есть проблемы с фолами У Чаваката У Кати Кейру Уже 4 фола Марина Кузина И 3 очка Кузина Очень-очень красивый бросок Уверена так Долго готовилась Она к этому броску Видимо Дают бросать Катя Кейру Со средней 2 очка 66-74 Играет еще достаточно много времени 7 минут почти Женя Белякова Скерович Ой, какая скидка И Марина Кузина Очередные 2 очка Подтраховка чуть-чуть запоздала Готовится там замена В составе Вологды Выйти на площадку Готовится Олеся Малошенко Катя Кейру Находит в углу Махлину И точка 69-76 А защищаться надо Закращает разрыв Немножко Чаваката Ну и вот Матч Приближается К такой К финальному эпизоду Скажем так К кульминации К кульминации Бэки опять выпрашивают Полно Судьи дают аут Ну а собственно Она сама себе Наведение ударила в ногу Там после рикошета Да? И мяч в аут И собственно Нет, там было столкновение Корпусом И она просто Сама потеряла мяч Там даже мяч По-моему не ушел От туловища Он просто у нее С руки ушел Достаточно неплохо защищается Кейру против Бэки Хэммон Она В общем-то Понятно, что она ее выше У нее длиннее Руки и ноги И при этом Она практически Не проигрывает скорости Не проигрывает скорости Да и Лори Мор Собственно Справлялась Только Непонятно Как Хэммон Умудрилась Назабивать Назабивать 19 очков При том, что Все за ней Кто ее опекает Хорошо успевают Ты знаешь Вот, наверное В этом и состоит Феномен Бэки Хэммон Как в свое время Говорил Еремин Про Игоря Куделина Чтобы защищаться Против Куделина Нужны три игрока Один, чтобы защищался плотно Другой, чтобы подстраховывал А третий, чтобы доставал мяч из кольца И мне кажется, что здесь Примерно та же самая ситуация Бэки идет и разговаривает с судьей И показывает, что На мне фалят, а вы не видите Посмотрите, пожалуйста Искать, найти контакт с арбитром Это тоже умение, да? Своего рода Искусство для игрока Есть арбитры, которые идут на контакт? Есть, которые Не идут Олеся Малошенко с мячом Вламенно, да, Малошенко Да, да, появился Олеся Малошенко Ну, там по рукам немножко Легкий состав сейчас выпускает Шунейкина, да? Кейру в проходе Кейру в полукрюком пыталась Забросить Ой, Кристина забрала мяч Правила средней линии А почему? Потому что она получила Бэки коснулась Первое касание было, да Касание было на той половине На той половине Десять секунд Берет очередной подбор Болельщики требуют мяч Жени Беляковой Женя стоит в углу Дайте Жене мяч Дюпри Точно два очка Хороший средний бросок 72-80 Красивый Грациозный По пантерии грациозный Эластичный Олеся Малошенко Кристина Олеся Малошенко Проходит Хэмман пытается внизу Выбить у нее мяч Ищет вход И все-таки забрала Она два раза вокруг Немножко не поняли Олеся Малошенко Против двоих А теперь четверо Против двоих Бежит Вологда Катя Кейру Очень сложное Очень сложное решение Приняла, мне кажется Катя Кейру Нужно было попроще И тайм-аут берет Ольга Шунейкина Быстрее просит на игроков Это второй Минутный перерыв Второй половине А еще один В запасе есть Мушенейкина Ну, в общем-то Своевременный тайм-аут Потому что Потом может Времени-то не остаться На то, чтобы Как-то ситуацию поправить А поправлять ситуацию Надо За 4 минуты Мы видим минус 8 Свет, за счет чего Может Чавака-то Сейчас Включить какие резервы Ну, я смотрю У них пошел Сейчас дальний бросок Нужно вывести Опять же Свету Маклину Олеся Малошенко На площадке Что касается Другой половины площадки Защиту теряет игроков Защиту очень легко теряем Да Вроде играем, играем, играем Потом В какой-то момент Чуть-чуть Потери Все, 2 очка При этом Ну, нельзя не отметить Что видно Очень хороший процент Попадания у них Со средней И с дальней Стал Стал во второй половине Мы видим Насколько безобразно Они бросали В первой четверти И как разбросались Под конец Ну, и большинство Этих бросков Свободное Я бы сказал Много залетело Из того, что По идее Не должно было В обычном режиме Много залетело Много залетело Того, что не должны Были давать Не должны было Давать защиту Свободно Так Беззащитно Бросать И я не скажу Что как-то Спарта Как-то доминирует На щите Вот с уходом Осиповой Кузина Она все-таки Больше и тяготеет К игре на периметры Я бы не сказал Что какое-то Преимущество В борьбе под щитами Но за счет Вот таких Вот свободных Бросок Опять Свободный бросок И два очка Свободно бросает Точнее люди защищаются Но где-то в другом месте Да Не успевают Кристина Аликина С мячом Олеся Малашенко Не стала Бросать Три очка Лори Мор Сдается Девять секунд Бекки Очень плотно Ее опекает И забивает Два очка Вот залетает И у нас Халявный бросок Самое простое решение Приняла Лори Мор Самое эффективное Зато в этой ситуации Ей немножечко повезло Бекки Бекки опять Пять Хэммон И Агастус Агастус Рвет дистанцию И забивает Я так не умею забивать 74-84 Да мало кто в мире Наверное так умеет На самом деле Порвать дистанцию И высоко выпрыгнуть И так вот С метров Света Махлина Против Жени Беляковой Не свистят арбитры Ничего Опять не свистят И недовольная Махлина Возвращается в защиту Но игроки Не всегда бывают довольны Перехватывает Да Вологда Там Буланов поднимает Дюпри Черепанова Олеся Малашенко С остановочки Попадает Забивает Малашенко 76-84 Ну как-то вот прозевали Они рывок Да 6-8 очков Так это все и держится у нас Нужно защищаться Фол Фол По 4-4 фола Лори Мор 4 фола У двух основных разыгрывающих По 4 фола Быки Два очка Как быстро она выбрасывает мяч Против высокого игрока Ну это единственный шанс Для Маленького Конечно Это средний Четвертый Олеся Малашенко Два очка На подборе Никого нет Даже двух Пытался Перехватить Лори Мор Этот мяч Бекки с мячом Остается До минуты 40 И пол Свистит Олеся Малашенко Наверное Как рыба В воде Чувствует себя Бекки Хэммон Под давлением Да Даже не смотря на то, что два игрока Чем ближе с ней играть, тем не проще Уйти Уйти Унырнуть куда-то Да Дюпри Первый Попадает Четыре команды И второй точно Кэндис Дюпри забивает оба штрафных броска И уходит на скамеечку отдыхать Ксения Тихоненко Самый молодой игрок в обеих командах Третий год рождения Вот за минуту 37 секунд до конца наступает время Ксения Тихоненко Там массовая замена просто пошла у Видного Выходит номер Десять Номер 10, да Татьяна Коровушкина И номер 9 Елена Милованович Почувствовали вкус победы на тренерском мостике Спарта НК и дает возможность поиграть резервисткам Весь матч увидели составе Видного Три российских игрока на площадке Три российских игрока Три российских игрока Это Коровушкина, Кузина и Тихоненко Не решилась на дальний бросок Зато решилась Черепанова Да, решилась Черепанова Там Коровушкина поборос Стервич с мячом Никуда не торопится Торопиться им некуда Коровушкина с мячом Марина Кузина И опять из-за дуги Кузина Хорошо спину поставила там Маша Черепанова Что-то никто не захотел забирать эту мяч Да, но все равно И 59 секунд остается у Вологды Для того, чтобы что-то изменить в этом матче Счет 76-88 Олеся Малошенко С мячом Маша Черепанова Макрена ищет заброс Но там высокорословые раконеты Пол нападение Пол нападение свистит Нападение Малошенко Да, Олеся Малошенко получает второй пол Ну, принимая во внимание Что не принято обсуждать судейство Все-таки отмечу, что часть заслуги В сегодняшней победе Спарта-НК Лежит именно на судьях Это твое субъективное мнение Сразу скажи Хорошо Коровушкина с мячом Подпадает под двойную опеку Пыталась перехватить от мяч Олегкина Да, чуть-чуть не перехватила Тихоненко Коровушкина бросает Маша Черепанова подбирает И вдвоем они с Олеся Малошенко И одна из последних атак в сегодняшней встрече 20 секунд остается Малошенко Забивает сложный бросок За 14 секунд до конца 18-78 Ну, вот, видимо, атаки, наверное, не будет последней Или все-таки будет? Не, молодежь, я думаю, что все-таки будет Я думаю, что будет, да Отметится где-то в протоколе Фол, фол свистит от Марии Черепановой Пятый фол Пятый командный Пятый фол бьется Все пробивается Исчерпан лимит персональных замечаний Вологдай И вот, конечно, Коровушкина может открыть Может открыть счет своим очкам В сегодняшней игре Забивает Точно Забивает Молодец, Коровушкина Спокойно, хладнокровно И второй Точно И тайм-аут Тайм-аут берет Третий Понятно, что матч уже проигран Да, я думаю, что И спасти На будущее Это тайм-аут на будущее Может быть, какая-то спецситуация, где пригодится вот это Вот это Наигранная какая-нибудь схема А ты сейчас, Борислав, обратил внимание на табло А, наверное, подумал Кого ты будешь пытать в послематчевом интервью Да, ты как думаешь, кого? Либо Девенпорт, либо Малошенко А, нет, минуточку Махлина Опять накидала 15 очков Лидер-результативности Ну, мы-то помним, как она не любит Кинокамеру, телекамеру Будем работать Я думаю, можно взять у Бекки Бекки любит Она расскажет нам все Как у нее получилось Как там наши сети зрителей Кого они хотят видеть в интервью после матча Есть у нас какой-нибудь интерактив? Закончился тайм-аут Три секунды остается С улыбками выходят девчонки на площадку Забивает все-таки Да, Джессика За долю секунды И счет 80-90 Смотри, а Вологда поздравляет друг друга Просто, наверное, с хорошей игрой Ну, хорошая игра, я считаю Смотри, это во-первых Во-вторых Девенпорт устанавливает окончательный счет 90-80 90-80 Хорошая игра Мне понравилась команда Вологда-Чеваката Которая изумительно играла И, в принципе, счет по игре А мне понравились обе команды Во-первых, Чеваката не дала расслабиться Видному Если бы под конец не разбросались Видно? С парта МК Тогда еще неизвестно, чем бы все это закончилось А почему? Как ты думаешь? Ну, все залетало Все забили Все, что бросали, все забили Мы в перерыве разговаривали с психологом, да? Про что? Про фарт Про фарт Наверное, это, видимо, фарт Может быть, фарт Может быть, хладнокровие Может быть... Ну, кстати, многое зависит Мастерство, опыт Все, что угодно Но на самом деле дали Да, давали Давали вологжанке им бросать Давали свободно бросать Практически без сопротивления А как мы с тобой видели сегодня на разминке Они без сопротивления практически не промахиваются Попадает все Попадает все Летит и летит Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Бекки говорит, что была игра и она оценила работу ее оппонент из Вологды Джессики Девенпорт и Лори Мор Она отметила их цепкую игру в обороне И сказала, что это... Поэтому они забили 80 очков Бекки отвечает, что на самом деле не было в конкурсе Бекки отвечает, что на самом деле не было в конкурсе Победы вплоть до минуты, до последней минуты Потому что они все время навязывали жесткую борьбу И очень были соревновательны Компоретов в игре Да Попадает 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 Ну, мы делаем боли очень много Одна ночь это Симона Это может быть Кэндесса Это может быть Женя Белликова Он играл очень хорошо для нас Мы имеем много хороших игрок Так что Вы просто возьмите, что на самом деле дадут тебе И, знаете Сегодня Женя Белликова И на вопрос Борислава Кого из трех лучших игроков Кого бы Бекки отметила в этой игре Она отметила одного Женя Белликова Just one Just one Top three Men For whom? Men? No, no, no For the game Yeah, for both Both Ah, okay, okay I thought Jessica Dempour played well And For us I don't know Симон and Кандесс I mean everybody comes out and hit shot So it's hard to pick just one Thanks a lot Yeah We продолжаем эфир Эфир не закончился Потому что сейчас кто-то из команды Вологда Чаваката даст нам интервью А, Черепанова Маша Черепанова Ну да, было тяжело, потому что с таким темпом не всегда сталкиваешься в чемпионате, потому что ну как бы там три-четыре хорошие такие команды, ну вот первые которые, да, как бы остальных темп поменьше и последняя наша игра была с молодыми девочками у нас особо не возникло. То есть как бы такой уровень, то есть как бы такой темп, то есть как бы такой уровень, такой темп нам было не совсем легко, к концу мы уже подъели. Ну три-четверти держались совершенно спокойно, да, и как-то, ну в общем-то довольно достойно сегодня. Ты как считаешь? Ну да, я считаю, что мы неплохо играли, я считаю, что мы могли еще лучше играть, но как бы, может быть, возможно мы не поверили в свои силы, то что мы можем их обыграть. За счет чего, как ты считаешь, Спарта, в чем, в каких компонентах Спарта была сильнее? Ну, мы много как бы проигрывали один на один, давали, ну как бы, они обостряли, скидывали, проходили сами. У нас не получалось, они очень брали много отскоков и у них было больше дополнительных атак, чем у нас. То есть у них как бы намного больше атак. В этом сезоне четыре встречи Вологды со Спартой, четыре поражения у Вологды. Настанет ли такой день вообще, когда Вологда обыграет Спарту? Думаю, что настанет. Что для этого должно сойтись? Какие звезды какие-то должны сойтись или что-то, какие-то, или внутренние резервы команды может изыскать? Я думаю, что внутренние резервы команды. Думаю, что нам нужно как бы быть уверенным в своих силах до конца и бороться до конца. И даже не смотреть на судей, ни на кого, ни на тех игроков, которые там чемпионки МБА, просто играть и все, играть в свою игру. Молодцы, Маша, я желаю удачи. Спасибо. Эфир не заканчивается, пока еще сейчас мы обсудим статистику. И, возможно, Борислав приведет нам кого-нибудь еще. Может быть, из тренеров. Может быть, я думаю, что Шунейкин, он... С Шунейкиной было бы интересно после такой плотной игры поговорить. Ну, вообще, очень хорошая игра. Мне очень понравилась. Мне очень понравилась. Изумительная игра. Давно не испытывал таких... Такого удовольствия. Такого удовольствия и такой гаммы положительных эмоций от баскетбола вообще. И, пользуясь случаем, передаю привет всем сети зрителям. Вот нам бегут и несут статистику. Сейчас попробуем проанализировать, за счет каких компонентов мы имеем то, что имеем. А имеем мы 80 на 90. Мы имеем подборы. В два раза больше подобрала Sparta NK. Из них 18 на чужом, а Вологда 6 сегодня. Вот как раз... Вот этой разницей есть, я думаю. Вспоминаем известную баскетбольную поговорку. Кто выигрывает щит, тот выигрывает игру. Тот выигрывает матч. Да. Здесь это лишний раз подтверждается статистикой по подборам. Процент попадания с игры 49% Sparta NK, 36,73 бросков. И 53% Вологда, 33 из 62. При том, что бросали лучше, недоподобрали и немножечко проиграли. Да. Давай посмотрим, что по потерям. Потери. 13 потерь у Sparta. И... 13 потерь. Абсолютное равенство. Что еще у нас интересного? Самые результативные игроки, давай. У нас Махлина в Вологде. 15 очков. 15 очков. По-моему, это входит в такую добрую традицию, что Махлина больше всех забивает. Абсолютно. Абсолютно. Это лишний вопрос. Это Хэммон. Хэммон забивала 23. Симон Агастус 14, Дюпри 10 и Женя Белякова 11. У нас трехзначные показатели у Махлиной, двухзначные. Малошенко 12. Черепанова 10. А, Девенпорт 14. Девенпорт 14, да. Да, не в полном составе Вологда. Да, Волкова и Баранова так и не появились на площадке. В таком вот усеченном составе такой сильный бой дали такому грозному сопернику. Интересная, замечательная игра. Настоящий праздник баскетбола. А Борислав ведет к нам джесс Девенпорт, с которой нам будет очень интересно взять интервью. Да. Спасибо. Команда Вологда и Чеваката. Все хорошо? Спасибо. Как тяжело было этот гейм для вас? Это тяжело. Спартак – это отличная игра. Они всегда тяжелые играть, но они тоже веселые играть. Джессика говорит, что была сложная игра, тяжелая игра, но кроме того, что со Спарта НК играть тяжело, с ними еще играть интересно и приятно. Вы считаете, что есть возможность Чеваката победить Спарту в этом сезоне? Я думаю, что каждый гейм мы выходим и победим. И это то, что нужно, чтобы выиграть игры. Мы выходим и играем тяжело в каждой позиции. Мы были несколько ошибок в этом гейм, но в общем-то, мы победим. Борислав спрашивает, как вы считаете, есть ли шанс того, что Вологда и Чеваката в этом сезоне обыграет Спарту НК? Джесс говорит, да, безусловно, шанс есть. Надо говорить, что надо на каждую игру выходить очень настроенным и, безусловно, соревноваться. И давать бой. Кто ты любил, чтобы выбрать три, топ-топ-три игроков в этом гейме? На другой команде, я бы сказать... Боих команд. Боих команд. Вы можете выбрать три из нас, Вологда, и три из Спарта. Ну, когда ты мне спросишь о нашей команде, это сложно для меня выбрать несколько людей на нашей команде, потому что я думаю, что мы все вместе играли, you know, очень сложно. Но на Спартех номер 11, я не знаю ее имя, она получила несколько больших трех на меня до конца. Кузина. Борислав спрашивает, кого бы Джессика отметила отдельно, троих лучших игроков, и Джессика отмечает игру под номером 11, Кузиной. И кого еще она отметила? Кузина и Бекки Хэммон. Отметила, что Кузина забила пару очень важных трех, очень сложных сопротивлений. Спасибо большое. Более опытных, да, игроков, если... Не хочу сказать, что плохого, наоборот, только хорошее своих, да, всегда только хорошее, иначе было бы сложно работать. Допустим, та же Леська Малошенко, ну, 91-го года рождения, мало опыта, первый раз вообще на таком уровне, да, в российской премьер-лиге. Ну, совершает какую-то такую ошибку необязательную, да. А они забивают сложный мяч, через руку Двинпорт, да, например, Агастуса носит. Вот и вся разница такая небольшая. То есть мы в решающие моменты совершили ошибочки в нападении, промазали свободные атаки, если помните, Света Махлина, да, совершенно вот, слева фланга. Я просто все это прекрасно помню. А они забивают свои сложные. И в итоге счет на табло отразил вот эту разницу, которая есть пока на сегодняшний день. Эта разница, она преодолима? И если преодолима, то за счет чего? Ну, за счет чего? Ну, как вам сказать, команда, команда, она все равно состоит из личностей, да. То есть можно работать с командой, что-то придумывать, да, но индивидуально, естественно, мы же говорим, она состоит из индивидуальности, да. И тут уже зависит именно от конкретного набора игроков, да. И если, ну, так случилось, да, опять же, только добрые слова в нашей, в адрес своей команды и любой другой команды, играющей в России. Ну, а если уровень игроков чуть-чуть выше, да, например, в том же УГМК или в Видном, да, то сложно противостоять, действительно сложно противостоять. А за счет чего? За счет чего? Расти индивидуально, что я могу сказать. Других нет вариантов. С точки зрения коучинга, чем-то удивило сегодня Спарта или, в принципе, как бы ничего нового? Знаете, если честно, с огромным уважением отношусь. С огромным. Я наблюдала, как она вела игры. Я знаю, что к ней игроки с уважением относятся, с огромным уважением. Но, допустим, для меня был сюрприз, что она не поменяла защиту в последние три секунды. Ну, просто сюрприз. Ну, может быть, она просто, ну, наплевать там, ну, и наплевать, забьют, не забьют, да. А может, ей было интересно посмотреть, что будет? Ну, логика, да. Соперник берет, мы взяли тайм-аут, соперник берет тайм-аут. Допустим, я же в этом случае обычно делаю. Беру тайм-аут. Значит, что-то готовит. Значит, надо чем-то его тоже удивить, правильно? Естественно, я готовила против личной. Я выпустила Джессику. Понятно, да? Я бы, например, я сама как тренер, я бы точно поменяла защиту. Или как-то пыталась имать какую-то зону, или все что угодно. Ну, не сохранила бы ее. Ну, у нее в этот момент на площадке... Может быть, ей было просто уже какая-то... У нее в этот момент на площадке было три молодых игрока. Это, знаете, как бы вот котят-котят бросают в воду и смотрят, выплывут они или нет. Может быть. Она просто хотела посмотреть, а что сделают игроки, как они смогут, да. Естественно. Но я бы поменяла защиту. Вот и все. Если честно. Про лучших трех игроков матча задавать вопрос или нет? Это Хэман, Агастус. Потому что в решающий момент именно эти игроки сделали результат. Допустим, если вы соперников, это Хэман и Агастус. А в своей команде я, опять же, никого не хочу отмечать. Да и циферки сегодня говорят, что достаточно ровно отыграли. Поэтому никого бы не хотела. Циферки уже ушли с табло, но у нас достаточно, как всегда, сбалансированное нападение, да, так сказать, нет? Нет игроков, которые, допустим, по счету выделяют или по подбору. Все внесли свою лепту, все внесли свое, все, что по силам. Даже те, которые сидели на скамейке, да? Восемь игроков. Восемь игроков. Даже те, кто не принимал свое участие в игре. Да, я считаю, что команда, она и есть команда. И не зря, когда мы поднимаем руку и кричим, мы всегда говорим вместе. Команда. Потому что все вносят вклад. Мы работаем все вместе. И если тренер... Может быть, тренер ошибается. Я всегда допускаю вариант, не выпустив того или иного игрока. Я признаю, что, может быть, я ошибаюсь, но я не рискнула в этот момент. Хотя я всегда допускаю, может быть, он вышел и сыграл бы. Но я не рискнула. Может быть, это мое, да? Я какой-то консерватор, может быть, я какой-то там еще что-то. Может быть, это мой недостаток. Я признаю за собой, да? Вот. Что я не рискую в какой-то момент. Особенно, если я передержала. У меня была мысль. Вот, например, концовка, да? Смотрю, поки меняет игроков, допустим, тоже выпустить. Но я подумала, членки холодные. Но зачем их подставлять? Допустим, они ошибутся, да? То есть у меня какие-то другие варианты и мотивация. Опять же говорю, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Ну, Вологда сегодня цеплялась за Роспарту в течение трех четвертей. И была достаточно интересная игра. И я думаю, я надеюсь, что все-таки хорошие... Наши соперники впереди, на самом деле. И наши хорошие игры еще впереди. Как обычно. Спасибо большое. Большое спасибо, Ольга Александровна. И Анна Валерьевна Архипова. Понравилась игра? Очень, очень. Уже такая игра, очень сильно радует. Вот четвертый раз мы уже в сезоне играем, да? В Вологду с... Да, в Курковой игре еще, да, были. По Вологде какой-то прогресс, какая-то динамика наблюдается? Если вы уже четвертый раз видите команду, да, в сезоне? Да, мне в принципе всегда Вологда нравилась, да. Как бы своей самобытностью. И рисунок очень красивой игры. И видно, что есть большая работа тренерская, организационная. И очень на пользу пошла команде усиление. Вот. В передней линии это очень, конечно, заметно, да, что составляет большую сложность для соперника. И в принципе, меня очень-очень радует, что уровень российской лиги повышается. С Ольгой Шунекиной вы долгое время были игроками вместе в одной команде, партнершами, как тренера. Вот вы видите ее работу как тренера, что отметите? Я думаю, что Оля очень целеустремленный, талантливый, как была и игрок, так сейчас и на тренерском поприще. Я думаю, что у нее все очень-очень неплохо получается. Я ей желаю только удачи в ее любимом деле. Только лестные отзывы, на самом деле. Вернемся к команде, извидно, в вашей команде. Три четверти равная борьба, и Вологда даже вела. Что вот в эти минуты, что было в голове? Были какие-то сомнения? Или все-таки все равно была уверенность, что мы сильнее, мы их ранено или поздно дожмем? Ну, на самом деле, никогда нельзя быть уверенна до самой последней секунды. Вот это такое правило. Я считаю, что оно правильное. На площадке, ты вне площадки, неважно, где ты находишься. И очень хорошо, что Вологда даже вела определенный промежуток времени. Это на самом деле говорит, опять же, о высоком уровне. То, что ни с одним соперником нельзя расслабляться. И тем более, как бы, с таким, как сегодняшний. Никакой уверенности в победе не было. Но игроки Спартака показали, что класс есть класс. И в самые ответственные моменты и Марина Кузина, и Женя Белякова, и Бекки Хэмман, и Кэндис Дюпри поставили уже жирную точку. Вы меня опередили в мой вопрос, потому что я хотел, чтобы вы прокомментировали кого-то из лучших игроков. По Вологде кто-то запомнился сегодня? По Вологде мне очень пора с вами Махлина. Вот, просто великолепная. В передней линии, не помню, как игрока зовут. Высокая? Киселева? Нет. Американский. Девинпорт. Джессика Девинпорт. Да, 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 да. Вот. То же самое, да, очень напряженность внутри делает Маша Черепанова, наша воспитанница. Опять же, да. Я очень рада, что Машка заиграла, что она раскрылась, что Ольга Александровна ей дает, да, возможность и доверяет, и что ее талант наконец-то, как сказать, на определенный уровень, скажем так, вышел. Он всегда находил применение, просто здесь мы ее растили, 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 да, а там она раскрылась. Бабаться эффективность сразу, да, у нее появилась? Ну, это нормально, это же человек достигает определенного возраста, да, там нельзя, например, там сразу же перепрыгнуть через три ступеньки. Она поднялась на первую, на вторую, на третью, я думаю, что следующая еще выше ступенька будет. Ну вот, что касается, видно, вот, вы по ступенькам там идете достаточно уверенно, да, и вот этой победой упрочили свое лидерство в чемпионате России по премьер-лиге. Какая-то задача на сезон существует, там, задача минимум, задача максимум, или пока это так все достаточно обтекаемо? Ну, на самом деле мы не имеем права опускаться ниже чего-то, да, скажем так, но каждый из нас мы максималисты, вот, начиная от руководства, кончая, заканчивая игроками, да, на площадке или начиная даже с них, да, в принципе мы каждую игру ставим перед собой определенную задачу. Если она выполняется, мы идем дальше, вот, а там уже по мере, как бы, поступления там в следующей задаче, скажем, мы ее решаем. Хорошо, если мы будем играть в финале, прекрасно, да, прекрасно, если, еще лучше, если мы его выиграем. То есть первая задача попасть в финал, а и вторая задача выиграть его. Да, да. Анна Валерьевна, большое спасибо, желаем вам хороших игр и хорошего сезона. Спасибо вам, спасибо вам. На этом мы заканчиваем, я думаю, нашу сегодняшнюю трансляцию, которую провели для вас Бизоны ТВ в составе операторов Каргина Анастасия, Елена Червякова, Ксения Куликова, Олеся Олейникова. Это бригада beckyhammon.ru во главе с администратором самой слевой, сегодня работала на нашей трансляции. А также Павел Железкин отработал сегодня в качестве оператора и, я считаю, блестяще отработал режиссер программы Игорь Явленин, технический директор Роман Аладьев, ваши комментаторы Светлана Явкина, Атари Ачхекидзе и Борислав Гуляев. Смотрите баскетбол, играйте в баскетбол и будет вам счастье.